Определение группы крови реакции прямой агглютинации с использованием целиклонов. Определение проводится в помещении с хорошим освещением на специальном планшете при температуре плюс 15, плюс 25 градусов по Цельсию. Для исследований мы будем использовать Цельную кровь. Для проведения исследования нами будут использованы целиклоны анти-А, анти-Б и анти-А-Б для определения групп крови, а также целиклон анти-Д-Супер для определения резус-фактора. Раствор натрия хлорида 0,9%, специальный планшет и предметные стекла. Порядок проведения исследований. Первое, что мы должны будем сделать, это промаркировать секции на нашем планшете, где будет указана фамилия, имя, отчество исследуемого лица. Второе, нанести по одной большой капле каждого реагента анти-А в соответствующую ячейку. анти-А-Б анти-А-Б и анти-Д-Супер для определения резус-фактора. наносим по одной маленькой капле около 0,03 мл исследуемой крови рядом с каждым реагентом. разными уголками предметного стекла смешаем каждую каплю крови с реагентом. с Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как мы видим, реакция агглютинации произошла с целиклонами анти-Б и анти-АБ, что говорит о принадлежности данной исследуемой крови к третьей группе, группе В. Продолжение следует... Как в данном случае... Здесь представлены результаты исследований всех четырех групп крови. При исследовании крови пациента номер 2 обращаем внимание на то, что агглютинация происходит со всеми целиклонами. Наличие агглютинации в исследовании резус-фактора говорит о том, что это положительный резус-фактор. Таким образом, у пациента номер 2 четвертая группа крови резус-фактор. У пациента номер 3 мы наблюдаем отсутствие реакции агглютинации со всеми целиклонами. Также агглютинация отсутствует и при исследовании резус-фактора. Таким образом, у пациента номер 3 кровь относится к первой группе резус-отрицательной. При исследовании крови пациента номер 4 обращаем внимание на то, что агглютинация наблюдается с целиклонами анти-А и анти-А-Б, что говорит о том, что данная кровь относится ко второй группе. Наличие агглютинации при исследовании резус-фактора говорит о том, что данная кровь резус-положительная. Таким образом, у пациента номер 4 группа крови вторая резус-положительной. Продолжение следует...